Одного великого мудреца был ученик, и он спросил, как мне быть абсолютно счастливым. Он говорит, никогда не занимайся сексом, ты будешь абсолютно счастлив. Но если я не могу никогда не заниматься сексом, тогда он посмотрел на него, говорит, ну тогда хотя бы занимайся сексом раз в месяц, и тогда ты будешь счастливым, если будешь совершать аскезы. Он говорит, а если я не могу заниматься сексом раз в месяц? Он говорит, ну занимайся тогда сексом раз в неделю. Ты уже не будешь счастливым, но если ты будешь совершать аскезы, то хотя бы будешь здоровым. Он говорит, а если я буду сексом заниматься каждый день или когда захочется? Когда я мудрец посмотрел на него, сказал, тогда ты никогда не будешь счастливым. Вся твоя жизнь протечет в скандалах, руганиях, злобе и страданиях. Точка. Заметьте, что там, на публичных других лекциях, я такую информацию не сообщаю, да? Потому что вы же каждый день занимаетесь зарядками. Вы подготовились к этой информации, так ли? Вы готовы слышать правду? Да. Заметьте, что это огромные силы непреодолимой энергии, которая держит нас в рабстве в жизни в этом мире. Энергия желания наслаждаться плотью своей и плотью близкого человека в виде секса или любви. Знайте, что вот это похотливое желание, это противоположная энергия любви. Чем больше люди стараются служить друг другу и ограничивать свое желание наслаждаться сексом, тем больше счастья в их жизни наступает и настоящих отношений чистых, светлых и возвышенных. Поэтому в нашей духовной культуре, в которой я нахожусь, когда человек встает на путь духовной жизни, ему советуется не заниматься сексом, кроме как для зачатия детей. Ну, не все способны так жить, если честно, но все, кто стараются, все равно становятся счастливыми рано или после. Все, кто стараются так жить. Я больше не буду поднимать эту тему, она самая непонятная и больная. Это самое трудное, то, о чем я сейчас говорю, самое трудное это все понять. Если про мясо как-то еще понятно, про спиртное, а тут вообще ничего не понятно. Ничего страшного, не волнуйтесь, это нормально. Это очень высокая планка, которая дает здоровую жизнь. Когда у женщины самое лучшее, дающее ей здоровье, это чистота. Когда женщина чистой себя чувствует, чистой внутри, она здорова. Самое большое здоровье мужчине дает это сохранение семени. Когда семя хранится внутри, оно не выходит наружу. Он чувствует, он копит здоровье и силы в себе. Осквернение у женщины происходит в результате половых отношений, самое большое. Поэтому женщины в какой-то момент они начинают чувствовать отвращение к этому процессу. Чувствуют, что им уже тяжело жить становится, у них нет хорошего настроения совсем. Чувствуют печаль постоянно. А мужчина, когда он излишним сексом занимается, он становится безвольным, слабым, слабохарактерным и так далее. Поэтому все разумные люди, которые хотят быть здоровыми, они должны ограничивать эти отношения. Но знайте, что вы не сможете это делать искусственно. Есть только одно правило ограничивать половые отношения. Когда человек встает на путь духовного развития, он может это делать, пока не встал, не может. Но если вы ограничиваете в своей семье половые отношения вместе с человеком, который не встал на путь духовного развития, таким образом вы разрушаете свою семью. Вы не имеете права ограничивать их, если ваш близкий человек не встал на путь духовного развития. Потому что семья — это то, что надо сохранить любой ценой. Даже ценой такой жертвы. И почему, спрашивается, почему мне достался такой человек, который не хочет вставать на путь духовного развития и ограничивать половые отношения? Почему мне достался такой человек? Тот человек, который вам достался, — это воплощение вашей судьбы. Это то, что вы делали в прошлом. Это воплощение вашего прошлого. Примите свое прошлое в свою жизнь. Не отказывайтесь от него. Вы не можете от него отказаться. Это невозможно. Терпите все, что Бог дал. Постепенно все поменяется в жизни. Все изменится. Так, люди пьют спиртное, едят мясо только по той причине, что они не могут жить бескорыстной жизнью. У них нет для этого силы и знаний. Бескорыстие начинается с отказа от этих вещей. Причем, если брать две эти причины, то как вы думаете, что легче бросить, мясо или спиртное? Мясо легче. Мясо легче. Спиртное — это тонкая энергия. Его тяжело от него отказаться. Когда человек отказывается от мяса, он отказывается, он ставит точку перед неудачей в своей жизни. Все люди, которые едят мясо, они каждый день подписывают договор о неудачной жизни. Понимаете? То есть вот эта энергия убитого животного — это энергия неудачника. То есть животное, которое насильственно убито, это вот и есть, это неудача. Понимаете? И вот эту неудачу ты потом внутрь ешь и при этом хочешь быть удачливым. Это признак невежества. Все, что ты получил внутрь, такой ты становишься. Ты не можешь быть другим в этом случае. Ты подписал договор. Когда человек перестает есть мясо, он становится, его жизнь легче становится. Неудача означает больше положенного страдать. Вот тебе положено определенное количество, а ты еще добавляешь себе. Когда человек отказывается от мяса, он неудачливость заканчивает своей жизнью, становится удачливым живым существом. Теперь надо выбрать еще между двумя путями, между двумя дорогами одну выбрать. Одна дорога — это дорога к самоконтролю, а вторая дорога — бесконтрольности. Человек, который выпивает, не может себя контролировать. Это невозможно. Он не может работать над своим характером, он не может ограничивать себя, он не может сдерживать себя, он не может ничего, потому что он находится под влиянием духа. Когда человек выпивает, он встает на путь отношений с духами. Веселящий дух или та сила, которая дает делать человека счастливым, под влиянием спиртного, это как раз и есть та сила, которая контролирует человека вместо его самого. Для того, чтобы контролировать себя самому, для этого надо отказаться от помощи этого веселящего духа. Сказать ему, «Все, я попользовался твоими услугами, до свидания! Теперь я хочу жить самостоятельной жизнью, я хочу сам быть счастливым, без посторонней помощи». Это означает самоконтроль или путь к победе над своей судьбой. Пока человек выпивает, он не может побеждать свою судьбу, он находится под влиянием. Он не независимое существо, он зависимое от злых сил, от темных сил. Если ваш близкий человек в зависимом состоянии находится, это значит, вы не заслужили независимой жизни. У вас такая карма. Терпите ее. Прощайте близкому человеку, идите дальше путем духовного развития. Идите вперед. «Асатома садга моя, «тамасома джетерга моя, чем больше света в вашей жизни, тем меньше тьмы». Тьма рассеивается под влиянием солнца. Не нужно бороться с тьмой. Представьте, вы выходите, начинаете бить тьму, проклинать ее, ругать ее. Не надо ее ругать, просто пускай зайдет солнце. Так? Поэтому не трогайте своих близких людей. Если они пьют, если они едят мясо, не трогайте их. Дайте им возможность жить, как они живут. Поймите, что они олицетворяют вашу плохую карму. И причина, почему они так делают, это наказание Бога. Наказание Бога означает, что вы пока не достойны быть полностью счастливыми и благостными. Просто двигайтесь вперед. И вы победите свою судьбу без всякого сомнения. Без всякого сомнения. «Да здесь, Идем вперед, молимся, живем правильной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Надо верить, что солнце моей судьбы обязательно взойдет. Не надо проклинать близких, если они живут неправильно. Не надо их ненавидеть, не любить, злиться на них. Это шлейф моей судьбы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начали рано вставать, начали правильное отношение, иметь правильное общение. Вы молитесь уже. Соблюдайте режим дня, молитесь, кушайте пищу с молитвой приготовленную. Не едите мясо, не употребляйте спиртного, не курите. Это значит, что пришло время бороться с хроническими заболеваниями. Борьба с хроническими заболеваниями состоит из трех. Три силы побеждают хронические заболевания. Аскеза для тела хотя бы раз в два дня. Или йога, или пробежка, или движения какие-то, зарядка. Может зарядка быть просто как танцы у женщин, или гантели у мужчин. Хотя бы раз в два дня. Хотя бы сорок минут. Иначе здоровье невозможно сохранить в жизни. Вторая сила, побеждающая хронические заболевания, это пост. Один мой из хороших знакомых заболел раком. Когда человек попадает под влияние рака, вот это заболевание. Что такое рак? Это когда тонкие каналы. Обычно у человека забиваются тонкие каналы. Но когда тонкие каналы очень сильно забиваются, и когда два смежных канала забиваются вместе, туда селится живое существо внутри организма. Цель жизни которого разрушит нашу жизнь. Это означает рак, злокачественная опухоль. Злокачественная опухоль это сила, которая неизбежно приводит к смерти. Разрушает жизнь. Есть только несколько способов победить это. Вовремя сделать операцию, вырезать просто эту опухоль. Тонкие каналы при этом остаются забитыми. Это значит, что она опять там вырастет, если ты не будешь их очищать. Таким образом очищение организма означает, неизбежная вещь. Или ты очищаешь организм, или ты все равно будешь болеть раком, если ты заболел уже. Мой знакомый, он заболел раком. Я почувствовал, что он болеет этой болезнью еще за полгода. Но он был настолько самоуверен, он жил хорошей жизнью, правильной. Ел мясо там и так далее. Но при этом организм, тонкое тело засорялось все равно у него постепенно. И он, когда уже обследовался под давлением, под моим давлением, он обнаружил, что у него уже рак четвертой степени. У него это значит метастазы по всему телу. И он начал пользоваться услугами нашего медицинского центра, он начал лечиться корнями. Корни этот силы, сжигающие опухоль. Но опыт показал, что одними корнями невозможно вылечиться от рака. Потому что нужна аскеза еще, чтобы аккумулировать энергию огня корней. Этот человек начал делать удивительные вещи. Он начал делать такую аскезу, которая меня потрясла. Я был в шоке, узнав от того, как он начал лечиться. Он постился один день насухо, сухой пост. Когда человек постится таким образом, он не должен думать о еде вообще. Начинает думать о еде, он разрушает свое здоровье. Он один день постился насухо, потом один день выходил из поста, один день кушал нормально, как обычно. Потом два дня постился насухо, два дня выходил из поста, два дня кушал. Потом три дня постился насухо, без воды, без еды. Три дня выходил из поста, три дня кушал. Потом четыре дня постился насухо. Но он до четырех дней не сразу довел, а только через два месяца такой аскезы. А потом он довел до пяти дней со временем. Сухого поста. Когда он обследовался, через четыре месяца метастазы прошли все. Опухоль локализовалась, она перешла во вторую степень. Он до сих пор еще болен, и я не знаю, что дальше будет, но у него вес остановился, то есть он худел, под влиянием поста и опухоли. Человек худеет. Но он, его вес остановился, он перестал худеть. Я думаю, что он вылечится, этот человек, скорее всего. Хотя нет гарантии, с опухолью нет гарантии. Итак, если человек не очищает в своей жизни свое тело, рано или поздно, он приведет свою жизнь или к инвалидности, или к злокачественной опухоли. Одно из двух. Или какие-то органы не смогут нормально работать, или он получит злокачественную опухоли. Хрен редкий, редкий не слаще, да? Что такое очищение своей жизни? Означает аскеза для тела и также пост. Вот эти две вещи я рекомендую всем. Если вам хочется еще что-то делать, то тогда делайте дыхательные упражнения, задержки дыхания. Это третья вещь, которая дает омоложение, победу над хроническими заболеваниями. Пронояма или задержки дыхания. На вдохе, на выдохе надо учиться этому. Это невозможно делать самостоятельно, не зная, как это правильно делать. Я вам хочу рассказать немножко о посте. Вот этот сухой пост предназначен для победы над судьбой, для того, чтобы победить смерть. Это самый тяжелый вид поста и самый возвышенный. Если человек не молится во время поста, то выдержать его и он не может. Потому что, если человек думает о еде во время такого поста, то организм сжирает сам себя, то есть он разрушает органы пищеварения в первую очередь. и у человека язва открывается или еще что-то, начинается разрушительный процесс. Человек не может на сухо поститься, если он не занимается духовной практикой. Когда человек кушает, когда ему не хватает счастья. Поэтому во время сухого поста человек должен счастье брать откуда? Из молитвы. Если человек не молится, он не должен совершать сухой пост. Мой опыт показывает, что это не дает никакого успеха в жизни. Пост на воде предназначен для просто победы над хроническими заболеваниями. Когда еще ты не болен смертельно, можно поститься на воде. Это самый легкий и правильный вид поста, который дает хороший результат. Но он забирает силы у человека. Все силы уходят в здоровье. Если, допустим, вы работаете, у вас интенсивный труд, вы не можете даже на воде поститься, потому что у вас потом не будет силы работать. А если вы будете работать, вы будете работать и разрушать свой организм. Поэтому пост на воде рекомендую совершать, если вы не сильно напряжены в жизни или у вас отпуск. Или у вас выходной. Но если вы поститесь и тяжело работаете, то это очень опасно для здоровья также. Пост на воде нельзя совершать, если вы тяжело трудитесь, у вас нервное напряжение, вы имеете отношение со многими людьми. В это время не надо делать полный пост. Но если вы будете делать пост на полдня, то это всегда можно делать без проблем. Таким образом, пост на полдня очень хороший, эффективный способ омоложения. Вы просто поститесь до обеда. На воде. Мы говорим сейчас о посте на воде. Мы сухой пост уже просли. Это тоже пост очень сложно, его надо изучать, прежде чем... и люди в основном страдают из-за выхода из поста на сухого поста. Если неправильно выходить, то можно сильно пострадать. Я не буду вам сейчас рассказывать технику сухого поста, потому что она абсолютно индивидуальная. Каждый человек должен знать, какие продукты ему надо использовать для выхода из сухого поста. У каждого свои. Но в целом это легкие продукты и находящиеся в благости, такие как бананы, яблоки, финики, папайя, хурма. Это продукты благости, слива. Каждому человеку свой какой-то из этих продуктов подойдет. Какие продукты до 12, до часу, до двух, потому что время смещено. Время вот у нас 6, а в основном 7 часов у нас 6. 6 по солнцу у нас в России в основном в 7 везде. Или даже 8, вот в Сибири например, там 8 может быть некоторых городах. По солнцу 6 время, а в этом городе 8 уже. Ну то есть людей обманули просто. Ну то есть время на 2 часа сделали больше, чем положено. Поэтому 2 часа, а на самом деле 12 получается. у нас на сайте есть расчет времени. Видите, там есть расчет времени, находили? Найдите свой город, введите там данные, какие вам скажут, и вы узнаете в вашем городе, какое по отношению к солнцу время. Давайте я вам расскажу немножко про пост, чтобы вы знали, какие виды поста, для чего. Пост влияет на здоровье и на судьбу одновременно. Чтобы знать, как пост влияет на судьбу, нужно соединить пост с одним недели. Воскресенье, если человек чувствует, что у него не хватает влияния на других людей, у него статус в обществе страдает, его критикуют, он не имеет успеха в личной жизни, его не уважают близкие люди, дети не уважают, или еще кто-то не уважает, он не может хранить слово, он не может выполнять свои обещания, не хватает у него силы, то он должен совершать пост в воскресенье. Этот пост предназначен для того, чтобы эго человека стало сильным и крепким. Сильным не означает эгоистичным. Как вы думаете, святые люди, у них сильное эго или слабое? У них очень сильное эго, как кристалл. Эго имеет духовную природу. Душа тоже имеет эго, но это эго чистую природу имеет. Настоящее духовное эго, оно направлено на счастье других. Эго означает чувство собственного достоинства. Возвышенные люди имеют сильное чувство собственного достоинства, но оно правильно работает, они не гордятся собой, но они хотят, чтобы все было правильно. Например, если человек считает другого человека наставником и подходит к нему и неправильно себя ведет, тогда возвышенный человек ведет с ним строго себя. Это означает, что он эгоист или нет? Нет, это означает, что он строгость означает воспитание. Иногда строгость идет от эгоизма, от гордости, но не всегда. Строгость это высшее проявление любви. Если человек строго себя ведет, он любит. Но можно различить любовь, строгость в любовь и строгость в гордость. Когда человек строг в любви, то он не вызывает разрушение психики. Когда человек гордится собой и строго себя ведет, он разрушает психику другого человека. В этом разница. Итак, для того, чтобы эго стало крепким и правильным, для этого постятся в воскресенье. В понедельник постятся для установления близких отношений правильных, для того, чтобы гармонию иметь в отношениях, в семье, для того, чтобы чувствовать родственниками близких людей, не чужими, для того, чтобы жить в гармонии с обществом. Большая семья, вот у нас здесь большая семья сейчас формируется. Это тоже энергия Луны. Энергия Луны означает Moon Day. Moon означает Луна. Это понедельник. Видите, у нас у славян счет идет по числам. Воскресенье связано с Иисусом Христом. Воскрес. Воистину воскрес. Это воскресенье. Теперь понедельник означает первый день, потом второй, вторник, потом средний день, среда, потом четвертый день, пятый день, пятница. и так далее. Но бывает, что эти дни обозначены планетами. Например, в ведическом календаре там с планетами связаны эти названия. Иногда эти названия с планетами какие-то связаны, а какие-то уже забыли люди об этом. Видите, на английском осталось Moon Day, лунный день. Вот, второй день это день Марса. Когда человеку не хватает воли в жизни, особенно женщин часто бывает, они безвольны, не хватает воли, силы жить правильно, не хватает способности побеждать судьбу, слабость психическая, усталость, вялость, не могу рано вставать, не могу отказаться от того, чтобы передать на ночь, не могу воспитывать близкого человека, слабовольное, слабохарактерное. означает пост во вторник. А если наоборот человек очень гневливый, давит на других, постоянно находится в состоянии желания по-своему, чтобы все было, он воздействует на других людей, пытается доказать все, не дает покоя никому, тогда ни в коем случае во вторник нельзя проститься. Будет еще хуже. в среду постятся те, кто хотят установить гармонию с этим миром, это меркурианский день, это день гармонии, это когда ты хочешь природу почувствовать, некоторые люди не чувствуют счастья от природы, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, это означает связь с Меркурием, нужно поститься в среду, гормональные функции, чтобы наладить, это уже как бы немножко другое, мы сейчас говорим о судьбе, потом еще раз пройдемся по здоровью, отношения с природой, отношения с людьми, если разговаривать не можешь с людьми, молчаливый, в среду значит, пост. Теперь в четверг, если у человека нет силы поверить в Бога, в святость, если он не верит ни во что, у него нет духовного наставника, он пессимист по природе, значит, пост в четверг. Если человек не чувствует счастья в жизни, несчастный постоянно ходит, у него нет счастья в личной жизни, семьи нет, значит, пост в пятницу. Если судьба наваливается на человека, тяжесть к судьбе тянет как ко дну боли грусть, прошлых осы вшибах груз, это означает пост в субботу. Когда человек судьба тяжелая, в тюрьму попал, суд идет, деньги теряет, работы нет, одиночество, тяжелые болезни, пост в субботу. Таким образом, чаще всего придется спаститься в субботу. Теперь возвращаемся назад. Если у человека повышенное давление, если у человека повышенное давление, нарушено пищеварение, нет иммунитета нормального, тогда пост воскресенье. Если у человека нарушены гормональные функции, особенно у женщин, если нормально месячные не идут, женщина не может зачать ребенка, если нет как бы месячные идут плохо, если у мужчин сон нарушен, и у женщин сон нарушен, нет сна нормального, нет восстановления сил, тогда пост понедельник. Теперь вы скажете мне, Олег Геннадьевич, а можно вот у меня сон нарушен, сил нет, как бы гармонии нет, а можно не было что поста в понедельник? Можно, можно, но от этого ничего не поменяется. Я вам даю самый эффективный рычаг победы над судьбой. Это пост. Пост означает прямое попадание в десятку. Вот если вы поститесь, допустим, у вас нет гормональных сил, и вы там таблетки пьете, но они не усвоятся, потому что для того, чтобы они усвоились, нужна сила в организме для этого. Олег Иванович, я пью лекарство, мне ничего не помогает. Что это значит? Это значит, не хватает силы в организме, сила берется с помощью аскезы. лекарство, Вот если ты идешь в гору и не можешь зайти, что надо делать? Надо больше напрячься и зайти. Это называется аскеза. Но человек не знает, как в жизни напрячься, чтобы у него гормоны заработали нормально. Вот нет месячных, Олег Геннадьевич, вот давайте отвечайте, давайте, не отвлекайтесь, что же делать сейчас, нет месячных, ну давайте быстрее. Отвечаю, поститься в понедельник. Услышали, нет? Если не услышали, тогда зря время тратить. Теперь, если у вас нет аппетита, если вы у мужчины мужское бесплодие и у мужчины и у женщин нет аппетита, если иммунитет слабый, человек не может побеждать болезни, хронические заболевания, инфекционные заболевания, хронические инфекции в организме. Что делать? Пью лекарства, ничего не помогает. Что делать? Что делать? Пища не переваривается нормально, аппетита нет, пищеварение слабое, что делать? Пост во вторник. Пост означает накопление силы. Когда человек не ест, куда идет сила? Она идет туда, куда надо. Просто сила направляется планетами в наши организмы. Понимаете? Вот почему мы камни на пальце ставим? Мы направляем силы куда-то в организме. Через влияние планет силы направляются. Когда человек постится во вторник, сила пойдет только в одном направлении, усиление воли. Все, больше никуда она не пойдет. Она пойдет через влияние Марса сила будет усиливаться. Означает усиление воли иммунитета пищеварения, означает укрепление характера и так далее. Не надо, сегодня не будет, сегодня будем желать счастья. В 6 до заканчивости. Если человек чувствует, что у него в организме какие-то дисфункции, аритмия, печень работает неправильно, шелчеводящие протоки ненормально работают, запоры, поносы, дисфункции в организме не налажен процесс, означает пост в среду. Нарушение обмена веществ пост в среду. Толстый или тонкий пост в среду. Дальше. Если в организме не работает система защиты, иммунитет в целом страдает, печень плохо работает, поджелудочная железа, если в организме нет боли к победе, слабый организм, ослабленный, то пост четверг. Пост пятницу направлен на здоровье в целом и на счастье в организме. Допустим, если организм очень болезненный, слабый, пост пятницу он дает здоровье, он для оздоровления в целом. У женщин общие гормональные функции, не связаны с женскими гормонами, а вообще в целом. Гормоны в целом, гормональные функции в целом в организме. Допустим, щитовидная железа, поджелудочные надпочечники, это пост пятницу. Если у человека страдает нервная система, он обездвиживается, суставы, страдает нервная система, кишечник, если слабость во всем теле постоянная, нет сил, значит пост субботу. Пост на воде общий укрепляющий, он никуда не направлен, он просто дает общее здоровье. Если человек постится на воде и направляет энергию с помощью дня, недели, то это означает то, что надо. Вот такой пост на воде и направляется энергия в сторону какую-то с помощью дня недели. Пост на воде, да? Но бывают посты, которые сами направляют куда-то энергию. Например, если человек ест, женщина, допустим, ест одни только овощи, которые растут над землей, куда она энергии направляет? Она направляет энергии для зачатия. Вот женщина, если ест овощи одни, которые растут над землей, желательно сырые весь день, потому что в сырых овощах больше энергии. Может, допустим, если трудно просто есть кабачок сырой, то тогда его можно на блендере взбить. Он ослабляется таким образом, но становится легче есть. Если вы чувствуете, что даже это не можете есть, тогда его чуть-чуть подтушите, посолите чуть-чуть. Но не более того. Если вообще его сварите, тогда сила поста будет минимальна. Сырые овощи над землей она правильно вам говорит, чего вы отпрыкиваете? Сыровые овощи над землей увеличивают женскую силу и дают возможность человеку быть здоровым. Особенно в понедельник и в пятницу. Если такие посты делать два раза в неделю, то человек становится способным зачать. у мужчин такой пост на овощах, которые растут над землей, дают успокоение. Если мужик нервный, его надо вот так кормить. Больше овощей над землей, тыквы всякие. И он успокаивается, становится спокойным. Начнем, не хватает женской энергии. Женская энергия успокаивает, дает гармонию. Бывает у женщин тоже не хватает женской энергии. Мужчин бывает не хватает. Но когда человек постится на корнеплодах, это свекла, пастернак, редиска, редька и так далее, то этот пост увеличивает мужскую энергию в организм. Например, мужчина не может зачать, тогда он постится на сырых корнеплодах. И у него увеличивается способность зачать. Мужская энергия, энергия семени возрастает. Но если женщина допустим чувствует лень постоянную, слабость в организме, у нее не хватает сил, значит она тоже может на корнеплодах попаститься, у них будет больше иммунитета силы в организме. Ей не хватает мужской энергии. Даже женщине нужна мужская энергия иногда. Слабость и лишняя лень в теле в женском признак нехватки мужской энергии. При этом женщина в основном такая чувствует холод в теле и не хватает солнца, не хватает пищеварения, огня пищеварения, иммунитет слабый. Это значит не хватает мужской энергии, больше корнеплодов. Всегда должен быть баланс во всем. А? По каким дням? Ну, женщине лучше поститься по женским дням. Мужчине по мужским? Если мы мужской силу увеличиваем, то во вторник. Женскую силу увеличиваем, то понедельник и пятница самые женские дни это самые мужские дни это вторник и воскресенье. Самые женские дни это суббота это общий день. Женщина с косой приходит для всех одинаково. Это суббота. Это день смерти. Когда смерть в жизнь заходит, надо по субботам поститься. Женщина даже если она корнеплоды ест, она не должна по мужским дням это делать, это будет перебор. Она делает все равно в понедельник, среда, пятница, по женским дням поститься, корнеплоды ест, и она таким образом укрепляет иммунитет, становится активнее, пищеварение улучшается. Если вы чувствуете, что слишком толстые, у вас страдает обмен веществ, значит тогда вам хорошо поститься на кислых ягодах. Пост на кислых ягодах хорошо совмещать с гимнастикой, аэробикой, движением, и плюс еще солнце. Хорошо поститься на кислых рядах летом, и сочетать это с движением и с морем. Тогда женщина худеет, восстанавливает вес, и обмен веществ улучшается. Мужчине это тоже не помешает такой пост. Если человек чувствует слабость, он чувствует, что не хватает энергии, сил в организме, работоспособность снишена, тогда в этом случае хорошо поститься на арбузе или дыне. Но имейте в виду, что в этом случае слабость должна сочетаться с сильным напряжением в организме. Когда человек перенапряжен, особенно часто от умственного труда, он очень сильно напряжен и от этого слаб, то хорошо весь день поесть дыню или арбуз, но при этом надо быть дома, потому что вы познакомитесь в этом случае с комнаткой неизвестного архитектора очень сильно, то есть будете туда часто бегать. Вот, это пост на арбузе или дыне увеличивает диурез. Все знают. Но дает расслабление, снимает напряжение в организме. Сильный метод снять напряжение. Такой пост. Желательно на ночь не наедаться, а то ночью тоже придется бегать. Где-то заканчивать такой, есть дыня арбуз, где-то часов пять вечера. Надо заканчивать уже. А из таких постов не надо выходить. То есть это же не полный пост, вы просто кушаете, но кушаете в моно какую-то диету. А если на воде, то почитайте об этом, есть инструкции, всякие книжки, поизучайте. Если человек правильно питается, если утром у него легкая пища, то ему не надо вообще с поста на воде выходить. Понимаете? То есть утро должно быть питание очень легкое. Я вам еще расскажу об этом дополнительно. Если человек правильно утром кушает, то ему не надо выходить с поста. Он и так выходит из него. С утра поев правильно, человек выходит из поста. Если человек постится на проросших зернах, то этот пост он дает увеличение иммунитета очень сильное и победа над хроническими над ну вот люди говорят о витаминоз. Это не витаминоз, а нехватка праны психической энергии. Человек чувствует слабость особенно весной. Ему тяжело работать, у него снижен иммунитет. Это не означает, что не хватает витаминов. Это означает, что не хватает праны психической энергии. В это время надо прогулки совершать по утрам. Рано утром надо выходить на улицу, делать пранаяму, гимнастику, дышать рано утром и плюс делать пост на проросших зернах хотя бы полдня, а еще лучше весь день. Проращивать можно все семена, которые вы знаете, можно кушать. Любые семена, допустим, кориандр, горчица, все это можно проращивать. Любые семена. Это называется пророщенные зерна. Проращивать надо вот до таких размеров где-то и их кушать. Можно перемолов сначала на мясорубке или на блендере взбить вместе с водичкой и потом это пить как сок или есть как салат. Пост на каком-то продукте всегда означает также обильное употребление воды. Нельзя без воды поститься на каком-то монодиету, нельзя делать без воды. Пост на пророщенных зернах побеждает снижение иммунитета и слабость. Человек становится бодрым, сильным. Бывает слабость от перенапряжения, тогда дыня или арбуз. А бывает слабость от слабости, нет энергии, снижено давление, нет сил, нет пищеварения нормального, тогда пророщенные зерна. Бывает слабость от после хронической инфекции, допустим, вы переболели, сейчас простудные заболевания, хронические инфекции, опять проросшие зерна, восстанавливает быстро организм. Пост на фруктах дает оптимизм, побеждает депрессию. Каждый человек должен сам выбрать себе фрукт, но лучше всего выбирать фрукты в благости. Фрукты в благости это яблоки, груши, курма, слива.